Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на рекордное количество модификаций RTX 3080, оценим реальные тесты топового процессора Rocket Lake и взглянем на частотный потенциал памяти DDR5 от компании ADATA. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с зеленого лагеря, где ожидается полная путаница в модификациях RTX 3080. Уже на следующей неделе компания Nvidia выпустит видеокарты для ноутбуков и сегодня были раскрыты полные характеристики старшей модели. Как и ожидалось, она получит чип GA104, который используется в десктопной RTX 3070, но он получит на 256 куда ядер больше. Однако мобильные видеокарты будут разделяться на подгруппы. Max-Q для энергоэффективности и Max-P для максимальной производительности. Ожидается, что энергопотребление RTX 3080 Max-P будет ограничено на отметке в 150 Ватт, а для Max-Q составит всего 90. Отсюда будет следовать и разница в конечном уровне производительности, который напрямую зависит от частоты графического процессора. Производители ноутбуков будут сами решать какие частотные характеристики использовать в той или иной модели, и соответственно это отразится на максимальном энергопотреблении RTX 3080. Также видеокарта получит две модификации на 8 и на 16 Гбайт, что позволит встретить в ноутбуках до 10 разных вариантов RTX 3080. А решающим фактором производительности конечно же будет частота и потребление видеокарты. Получается, что RTX 3060 в модификациях TI и Ultra далеко не предел для Nvidia и запутаться при выборе топового ноутбука будет проще простого. Точно так же многие путаются в выборе обычной десктопной видеокарты. Поэтому для выбора той самой я пользуюсь Е-каталогом. Чтобы выбрать видеокарту я перехожу в соответствующий раздел и в фильтрах указываю интересующую меня модель и производителей. Затем подбираю симпатичную на мой взгляд видеокарту и первым делом читаю отзывы, по которым уже складывается первое впечатление о конкретной модели. Далее стоит посмотреть на цены в магазинах и на наличие доставки. Причем Е-каталог позволяет в один клик переключаться между базовой версией и версией с заводским разгоном, которая имеет приставку OC. И чтобы окончательно понять подходит ли мне эта видеокарта, я добавляю ее в сравнение с другими моделями, где можно сравнить как длину видеокарты, так и частоты с требуемым количеством коннекторов доппитания. А ссылочки на Е-каталог я оставил в описании под видео. А уже на следующей неделе будут анонсированы процессоры Rocket Lake, которые впервые с 2015 года перейдут на новую архитектуру. В преддверии выставки CES 2021 инженерный образец процессора Core i9-11900K был протестирован китайским блогером. У его экземпляра наблюдались небольшие проблемы с платформой, так как отсутствовала поддержка некоторых функций PCI-Express и он работал в режиме 1.1. В остальном же 11900K хорошо работал в процессорных тестах, таких как CPU-Z и Cinebench, где он продемонстрировал очень неплохие результаты на ядро. Но в многоядерности он настал даже от прошлого 10900K, не говоря уже о райзене. Хотя Intel 100% будет его рекламировать как ультимативное решение для игр, которые слабо задействуют больше 8 ядер. Кстати, в играх инженерник показал довольно плохой результат, но это связано исключительно с ограничением PCI-Express. Однако весь проигрыш поколения заключается как ни странно в температурах. При номинальном режиме в Cinebench R20 он разогрелся до 77 градусов, потребляя при этом 225 Вт. Во время стресс-теста AIDA он практически уперся в потолок на отметке в 100 градусов, а потребляемая мощность выросла до 261 Вт. Но самое тревожное то, что Core i9-11900K работал без разгона и эти цифры наверняка не являются максимальными. Конечно, стоит дождаться финальных результатов, но восьмиядерник с потреблением 250 Вт это прямо что-то из другой вселенной. Тем временем в последнем видеодрайвере Intel нашли упоминание о новых видеокартах DG2 на 128 и 512 исполнительных блоков. Такие видеокарты, судя по всему, получат 8 Гбайт видеопамяти, будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей и должны навязать борьбу видеокартам конкурентов. К сожалению, более подробной информации пока что нет, но сам выход карт запланирован уже в этом году. А еще в прошлом году известный гуру процессоростроения Джим Келлер покинул компанию Intel. Своё решение он объяснил личными причинами и в течение полугода после формального ухода помогал фирме в качестве консультанта. Теперь же, когда долг перед Intel выполнен, он нашел новое место работы. Джим примкнул к канадскому стартапу TenseTorrent в качестве президента, технического директора и члена совета директоров. Компания TenseTorrent занимается разработкой микросхем для сферы машинного обучения. Она была основана в 2016 году выходцем из AMD, а Джим Келлер обеспечил первоначальное финансирование проекта из собственного кармана. Одним из ключевых продуктов стартапа является процессор Grayskull, изготавливаемый на 12 нанометрах Global Foundries. Он рассчитан на задачи, связанные с распознаванием изображений и обработкой голоса, а уже в этом году ему на смену придет более массивный кристалл Wormhole. Самого же Джима Келлера можно назвать отцом микроархитектуры Zen, благодаря которой на рынок процессоров вернулась конкуренция. А теперь он все таки остановился на кристаллах для машинного обучения. Тем временем компания Gigabyte официально заявила, что новейшие, все еще не анонсированные процессоры Core 11 поколения выйдут в марте. Но сам пресс-релиз компании касался поддержки старыми платами новых процессоров, где они подтвердили, что все материнские платы Gigabyte на чипсете Z490 будут в полной мере совместимы с новыми процессорами. И нужно будет всего лишь обновить биос до последней версии под названием F20. Кроме того, все пользователи плат на базе наборов системной логики Z490 и H470 получат доступ к технологии Resizable BAR. И плюс ко всему Gigabyte напомнила, что внедрила поддержку PCIe 4.0 еще в прошлом году в платах Z490, а после запуска новых процессоров пользователи смогут воспользоваться всеми возможностями четвертой версии. А пресс-служба компании ADATA рассказала об успехах компании в разработке модулей оперативной памяти DDR5. Они уже сотрудничают в этом направлении с Gigabyte и MSI, причем оба вендора уже занимаются тестами планок DDR5 на новейших платформах Intel. Вероятнее всего они имели в виду 12-е поколение Alderlake S на сокете 1700, анонс которых будет в конце года или начале 2022. Сама же ADATA не спешит раскрывать технические характеристики первых планок памяти, но пообещала, что предложат модули с эффективной частотой до 8400 МГц, а их объем будет достигать 64 ГБ. Но первыми в продажу скорее всего поступят 16-гигабайтные решения с частотой 4800. Также на днях компания AMD подтвердила, что в ближайшее время выпустит новую версию Agessy 1.1.9.0. Как указывает компания, в ней появится поддержка современного режима ожидания Windows 10, будет улучшена общая стабильность системы, а также стабильность работы шины Infinity Fabric на частоте до 2000 МГц. Помимо этого в новой версии протокола добавлена поддержка материнских плат на базе чипсета X570, которые используют пассивную систему охлаждения. Сам выход микрокода начнется уже в январе и продолжится в следующем месяце. Тем временем Apple получила два патента, в которых описывается добавление двусторонней беспроводной зарядки в ее устройство. Патенты включают рисунки, на которых изображен MacBook, заряжающий различные аппараты, включая iPhone, iPad и Apple Watch. Но куда интереснее, что аналогичные изображения iPad и iPhone изображены при зарядке других устройств. Таким образом, Apple станет еще на шаг ближе, чтобы отказаться от провода в своих устройствах и перевести все на беспроводную зарядку. Ведь компания не раз говорила, что людям иногда не удобно носить с собой зарядку. Наверное поэтому они ее и убрали. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.